Всем добра и здравия дорогие друзья, с вами Ктархонт и это Виктория 2, 4 серия османов. В общем, небольшие траблы и проблемы были, истинная 4 серия улетела в топку, час 20 записанного. В итоге Виктория вышла с ошибкой, закрылась и бандикам такой прекрасный файл этот не восстанавливает, потому что он восстанавливает такая стулька вишны, может а я в mp4 записывал. В итоге попробовал другие конвертеры, но как-то не робит и не хочет он ломанный бандикамский файл работать. Вот Виктория подкинула нам дело лишних. Ну ладно, закончилось все на 76 году и в целом давайте перед тем, как частично здесь видите начало другой же нарезки, которую я успел сделать, но в чем суть была до этого? Особых захватов никаких не было, было главное и самое важное это гонка в Африке. Ой, это жесть на самом деле была, потому что во многих местах мне потом пришлось конкурировать с Францией, с ВБ, со всеми этими прекраснейшими странами, благо более-менее во многих местах удалось что-то сделать. Да, я очень мощно базы настраивал, морские до второго уровня улучшал их, в новых регионах достраивал, также себе корабли брал, которые увеличивают морскую мощь, то есть пытаясь, пытаясь, пытаясь со всех направлений ее расширить. В итоге большая часть Африки, естественно, под турецким знаменом, можно было и больше, но что-то как-то я реально протормозил. Ну ладно, что есть, то есть уж. Главное, такого добились. Даже потом еще один остров между Южной Америкой и Африкой тоже удалось захватить, там вообще жителей 13 человек, что ли. Но я решила, пускай будет для красоты, хотя бы его еще заберем, такой этакий плацдармик, ну на наше светлое доброе будущее. Ну вот, в целом, весь период того можно описать так. Ну еще мы топ-3, естественно, топ-2 мы смогли взять в этом видео, правда, потом отдали, потом опять взяли. В итоге сложно-сложно-сложно, но на самом деле стоит большой дать плюс, потому что наш престиж, видите сейчас его, да, он уже сильно возрос с прошлой серии. Так он еще и под конец сильнее возрастет, потому что очень часто ивенты вылезали с Сафари, то есть очень часто за год, порой не раз. То есть там и на Сафари, где 5 престиж дают, и на Сафари, где 3, 3 дают, я, естественно, везде брал престиж, потому что, ну, а смысл отказываться, и получал, получал, получал. Из минусов, то, что я потерял Марокко, ну, я напал на Марокко, потому что мне ивент был, типа, выход из сферы влияния, ну, стандартный, да, то есть такие были. В итоге в этот момент включается ВБ, я такой, типа так, классно, очень, я же уже колониями в этот момент занимался, то есть они начали оттуда еще давить, я такой, так, прикольно. Так, еще через время на меня и Россия нападает, я такой, о, черт, ну, конечно, набежали на слабенькое. Но, к счастью, у меня хоть поддержка была в плане союзников, у меня, кстати, Австрия, Италия и Германия в союзниках, еще Америка. Я просто обзавелся кучей союзников, при том все в ВД и все со мной, я такой, прекрасно. Ну, кстати, это потом мне повредит, но, да ладно, что поделать, почему бы и нет. Хотел я еще в Корею выйти, но хотелось, хотелось, но не вышло. Что уж по делу, дело такое, ну, желание было, но не смог, не смогла я называется, ну, ну, ладно. Еще у России удалось забрать Приморья, кстати, это именно тот Палзарм, который я себе подготовил для будущей атаки Кореи и для будущей атаки потом Китая, возможно. Кстати, интересно то, что Китай, ну, империя Цин, она разваливается сама по себе, у нее два кризиса было вот за это время нарезку, то есть два региона целых из нее выделились, я просто, честно, поражен. Почему ИИ за Цинь не старается бодаться, то есть если встать в обороне всем его мясом, то хоть сколько там войск не вылази, они ничего не сделают. Вот серьезно, я не понимаю логику ИИ за Китай, ну, ладно, раз он так сдается, то почему бы, кстати, и нет. Ну, а Россия, не раз напарываясь на нас, да и просто как-то что-то неудачно обходясь в мире в этом, слетела до топ-7 и так и на нем в целом всю серию-то и все последнее время и существует. Не может подняться, даже Австрия выше, мне немного даже Россиюшка жалко, но что поделать, сами себя до такого довели, уж тут я сделать ничего, ничего не могу. Ай, очень сильная борьба была, как видите, с ВБ, там с до десятых, одиннадцатых уровней колонии уже доводили, но все-таки все никак, 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 никак не могли этого довести. Потом мне приятное дело, мне Египет стрельнул, я такой, че, Египет, наконец-то, спустя столько времени на него удачный ивент. Специально проверил, чтобы там не было хороших отношений, дружеских ни у кого, и под вассоритетом. Такой, думаю, все, спокойно, можно сыграть, можно на этом сыграть. Ну и в итоге подождал, пока еще Бэтбой упадет, то, что у меня был высокий, я добавил себе цель занять, если я не ошибаюсь, то вроде бы Средний Египет я у него забрал. Ну, конечно, было бы классно забрать его столичный регион, но, к сожалению, такое нельзя. Там бы мне и раскопки можно было, и все остальное, но дело такое, знаете ли, нелегкое, поэтому не удалось. Потом опять война с Россиюшкой, не знаю, она опять, она опять сама на меня залетела ради Грузии. Я не понимаю, почему у России в данной партии такая любовь к Грузии, но она просто решила опять залететь, притом залететь против всего Альянса, то есть это оборонная война, я себя сам прекрасно чувствую, так еще и оборонная война. То есть за меня заступили все, кому не лень. Ну, естественно, Россия отхватала по шапке, и ей на самом деле повезло то, что у меня был достаточно большой Бэтбой, иначе бы я себе подобавлял еще региончиков. То есть, ну, а смысла отказываться от захвата, когда страна сама на тебя нападает? Притом ВВБ их не поддержал в этой атаке. Если бы ВВБ поддержал, то да, пришлось бы там перестраиваться, думать и все остальное. То есть да, а уж воевать-то не особо хорошо, потому что эра пулеметов началась, эра окопной войны, и поэтому если кто-то стоит и ты его атакуешь, то эта бессмысленность просто полнейшая. Так что никаких особых наступательных войн мне вести не хотелось, и благо все шло вполне себе удачненько. Вот я уже рассказываю, рассказываю, этот момент еще не наступил для вас войны. Ну ничего, подрежу так, чтобы было. Что у нас дальше-то по серии было? Дальше немцы такие, мы хотим вернуть себе правки. И напали на французов. Вы позвали меня. Я такой, немцы, вы достали меня. Но решил им все-таки отблагодарить подарком. Вступил за них. В итоге французы с Африки меня начали давить. Я такой, о, щет. Я же забыл про то, что с африканской границы есть с французами. Начал с ними бодаться. Но из этой войны, несмотря на минусы, о которых чуть позже, есть один их существенный плюс. Один спорный регион под Сокато, который был, ну, с юга от Сокато, я его в итоге все-таки заколонил сам, а не отдал французам. Видимо, во время войны было не до этого. Они что-то протупили, я на два обогнал их. И в итоге потом забрал. Я такой, о, да. Просто поймите, там был уровень. Ой, сейчас бы не наврать вам. Десятый точно был. То есть больше десятого, может, даже двенадцатый где-то был. И мы там так долго бодались. Погоди, двенадцатый. Четырнадцать-шестнадцать. Во, четырнадцать-шестнадцать точно был обгон. Я просто столько очков туда влили ради этой проволоки. Столько борьбы было. И в итоге ради этой войны. Но есть один минус. Западные Мали потерять пришлось. Ну, потому что французы начали давить. И вместо того, чтобы минус пятьдесят с лишним там счет был, да. И вместо того, чтобы попросить что-то отобрать у немцев. Они взяли, забрали у меня западное территорию. Я такой, ну, нафига вам западное Мали? Думаю, ладно, сейчас отобьем. Так в итоге фиг тебе. Они мне пристали это предложение мира. Если бы я отказался, то мне там дали бы негативчик, агрессивку, военный этот бэдбойчик. Я, короче, такой, ладно, ясно, спасибо. Идите забирайте свой регион и валите отсюда. Ну, пришлось уж отдать, знаете, а ну, и что поделать? Ну, попросили, попросили, по-хорошему. Также в этом серии нас не раз порадовали небольшие восстания. Но в целом довелись легко, быстро и без особых проблем. Естественно, после войны с Францией мы скатились на третье место. И дальше шла несколько лет гонка, 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 гонка. Я пытался догонять, 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 догонять. Я и армию новую строил. Я и корабли. И промышленность помогала что-то где-то построить, решать. Даже завод ВИН, который давно-давно висел, все-таки заново открыл Екатерина Дарья. И решил, надо-надо его восстановить. В общем, всеми проектами, которыми только МОК занимался. Ну, это, естественно, плоды своих дало. Но самый главный переломный момент, это было, когда Франция решила за спорный регион, там, ну, мировой кризис развить. А в итоге так получилось, что против нее вступилась ВБ, потом я. И в итоге как-то она спеклась. Она решила заключить Белый мир и в итоге не добиться своей цели. Потеряла, естественно, престиж. И я ее обогнал. Ну, а дальше под конец видео я обгонял ее дальше и дальше. Там в районе сотни уже с лишним обгон. И это реально хорошо. То есть топ-2 мы уже держала. Это вполне себе успешно. С учетом того, что, по сути, это топ-2 не за счет военных или каких-то других походов. Хотя, если бы, на самом деле, везло нам с Бэтбоем, но нам эту игру вообще не везло. Вот я не помню ни одного оправдания, чтобы меня не раскрыли. Вот серьезно. Может быть, только в самом начале нарезки. Все остальное меня раскрывает, притом почти сразу же. Я не понимаю, как эта система работает. Я помню, не раз до этого играл. Меня не раскрывали порой. А тут вот такое вот непонятное дело. Все время почти с самого начала. И ты такой сидишь и думаешь, блин, серьезно. Типа, ну, знаешь, 10 Бэтбоя сразу же накинуто. Либо один. Разница-то есть. То есть, если, по сути, один бы накинули, я бы чуть-чуть подождал. И мог бы еще одно оправдание сделать. Либо же воюю с этой же страной, добавить еще одну цель. А в итоге нельзя, потому что Бэтбои под уровень. Кстати, если кто не знает, ну, может быть, тот мало знаком с механикой Викторией. Просто смотрит, потому что интересно. Кстати, если такие есть, то напишите. Вся суть Бэтбоя в том, что, как он только пересечет 25, более 25 единиц, все, на тебя начнут агриться все. То есть, у всех стран появляется претензия на тебя. Типа, обезоруживание, уменьшение там армии и все остальное, военные репарации. И в итоге на тебя начинают нападать совершенно все. То есть, во-первых, это сразу же нападет ВБ, Франция. Потом твои союзники за тебя не вступают в таком случае. И получается, что ты остаешься один на один со всеми врагами, можно сказать. И пока у тебя Бэтбои не опустятся ниже 25, они на тебя будут лезть. И я понимаю, что ты еще играешь за ВБУ, который просто огромнейший флот. И, по сути, можно центральную часть Великобритании защищать так. А Индию все своими войсками, то тебе пофиг просто, на самом деле, на это. Но если ты вот Османы, у которого огромнейшая открытая Африка, весь открытая центральная Европа, и ты просто не сможешь даже сдержать какую-нибудь там ВБ в одиночку, уж говорить обо всех странах, это, конечно же, вы понимаете, жесть. В общем, поэтому не вариант, знаете ли так, воевать совсем не вариант, поэтому Бэтбои реально превышать можно, но ни в данном случае, ни в данной партии. Ну, естественно, Марокко я не только потерял, так потом Британия его еще захватила. Я хотел вернуть под свое крыло, но они меня обыграли в плане того, что пока перемирие-то у нас было с ними, я же блядить не мог, по сути. А они взяли, влезли туда и все. Я такой, идите вы к чертям. Ну, под конец еще дип-миссия в осаде в Афгане, я решил в итоге ограничиться призывом союзников, только на все. Меня в итоге никто решил не поддерживать этой войне. Я такой, ну, классные союзники, ну, прям лучше некуда. Самое противное то, что Афган находится между Россией и Индией, и ни одна из этих стран меня пропускать не хочет. Я такой, а, черт, Афган, какой же ты, а? В итоге надо с ним будет что-то в следующей серии решать. Я через империю, думаю, ну, через китайскую проникнуть. В итоге тоже невероятно, там минус 199 почему-то отношения. Я не знаю, почему у нас такие плохие отношения, если я ни разу ничего против них не делал. Но, видимо, жизнь наша не зашла. Ну, и, кстати, образованность была в какой-то момент в районе 60%. То есть, ну, африканские страны, все вот эти вот регионы немного подбили. Оно где-то в районе 60 близко к этому держится. Ну, и престиж наш переварил за тысячу. Промка к 900 подходит. То есть, вполне себе хорошие, я думаю, показатели для страны. Такое, ну, не сказать, что прям ресурсно богатое. И, с учетом того, что я прям уж огромнейшее количество ресурсов тоже не отхватывал. Ну, что, резко заканчивается четвертая серия. Надеюсь, вы ее также тепло и радостно встретите и поддержите, как и в прошлом видео. Я очень удивлен на то, что статистика средняя стоит прямо на том же самом уровне, даже чуть лучше. Новые серии воспринимают сами. Это прекрасно. Очень рад. Большое вам спасибо. Ну, и, говорю так же, поддержите это видео лайками, своими комментариями. Приятно их читать. И до скорых встреч. Я думаю, уже в скором времени будут великие войны и решатся великие судьбы. В частности, у меня Бэтбой немного под конец серии скапал. Я думаю, пойти немножко позахватывать, знаете ли, в Азии что-нибудь. Может быть, Японию частично. Может, еще что-нибудь. То есть, такие планы у меня есть. Флоты огромные. Кстати, если вы могли заметить, там по количеству более 400. Да, я немножко поигрался с лотом. У нас там обоевых, и все, правда, все старенькое, но есть. Так что, жить можно. Ладно, еще раз всем спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока.